Не знаю, подождите, что-то почему не видно-то? Да вы меня видите? Я вас вижу, сейчас, может быть еще раз, сейчас. Вы нажмите на камеру, включить, выключить, прям сейчас. Нет. Не знаю почему. Камеры никакой тут и не видно. Так, сейчас видно? Вот, 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 все, вижу. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Хочу выразить уважение и почтение за ваши труды. Спасибо, Христос. Сразу скажу, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, пожалуйста, даже нужно. Так, слушаю вас, говорите. Игнатий Тихонович, я очень много смотрел ваших роликов и много находил ответов на волнующие меня вопросы. Ну, основной вопрос, который меня очень сильно волнует, как Иисус Христос сказал фарисеям, погоду, ну, своими словами скажу, погоду различать вы можете, а признаки времен различить не можете. И вот у меня, я вот поставил себе задачу, а как распознавать, узнавать признаки времен. И для меня было откровением о книге Еноха, и вот сейчас изучаю книгу Ездры, третья книга Ездры, но, соответственно, и книга Даниила. Вот в этом контексте, вот особенно, вот я посмотрел вчера ваш ролик, вы мне вот ссылку сделали, там вы общаетесь, я забыл его имя, с парализованным братом. Вот вы там как раз и говорили о той ситуации, которая сейчас происходит в мире, чем сейчас поражен мир, и к чему все вот эти, все эти тенденции ведут. И я, вы вот так частями, с определенными людьми, то есть даже, с этим даже как-то евреем разговаривали, ну, в контексте третьего храма. Ну, общей как-то вот картины, то есть, исторического расклада, то есть, такого ролика я не видел. Но все, что вы говорите, я, честно говоря, все чувствую сердцем, вы все прекрасно понимаете, все вы знаете. Но как это направлено, что, что, как и куда, конечно, все в Библии, все описано, все это будет, и все это, что церковь, что все отойдут, и христиане, карикатурно подобные в большинстве сейчас. И вот я слышу, что вы говорите, и критикуете священство. И я вот хожу в церковь, и тоже вот эти, все эти вещи некоторые вижу, но я человек, я не могу судить, я только в праве рассуждать, размышлять, и понимать причину всех вещей. То есть, открывать... У вас глазок какой-то туманный, такое у вас лицо, и... Ну, это, может, свет? Нет, нет, нет. Сильно у вас, вот, вот, ваше правое лицо, сейчас, сильно освещается. Ну, потому что, я здесь специально поставил, у нас пасмурно, я просто свет вот, включил, чтобы мне хорошо было видно. На лице не видно даже, совсем белое пятно, вот это. Справа, что у вас там светит? Вот так, вроде маленько, получше будет. Так лучше? Да, получше. Видите, вы начали говорить, книга Еноха, а эту книгу церковь никогда не признавала. Это просто выдумка. Ваше мнение, это складывается не по книгам, которые Бог дал. И третья книга ест, да ее никто не толкует. Не толкует никто из святых отцов. У Лопухина ест толкование, и речь ее только о прошлом. О будущем там ничего нет, и мне интереса к ней нет никакого. Так что вот вы это из себя выбросьте, и тогда что останется? На этом можно тогда и рассуждать. Ну, остается тогда книга Даниила. Вот Даниила, это вопрос другой. По Даниилу. А кстати, почему, говорите, ну, в контексте, ну, хорошо, если святые отцы никто не трактует третьей книгой ест, хотя она написана для тех, кто будет жить в конце времен. Соответственно, святые отцы, даже когда некоторые трактовали тот кусочек, он сделает то, чтобы богатыми нищим, свободными рабам, сделать начертания на правую руку и не начало их. Здесь имей ум и сочти это число 666. Они рассуждали. Мы не понимаем, мы не живем в это время. А те люди, которые будут жить в эти времена, они будут понимать эту ситуацию. Ну, соответственно, третья книга ест для них логична, что было непонятно. Но мы, если живем уже предэто антихристовое время, она, она очень мне по сердцу. Я понимаю, что в ней говорится о том, что сейчас мы на пороге, что написано в этой книге. Видите, вы берете первую книгу вообще церковь не признает выдумка, апоклип. Ну, нет, книги, вот смотрите, кстати, я тоже случайно узнал про эту третью книгу ест, потому что у меня была каноническая Библия. Потом я видел ваш ролик, где вы говорили, что православная Библия 77. Я такой, хопа, пошел в книжный магазин вот купил 77 книг в другую Библию, и там третья книга Едры. Ее не толкует, я повторю, только вы запомните, чтобы не возвращаться. Ну, а ваше мнение по этой книге, если я не толкую, вы можете... Святые не толковали, зачем я буду толковать? Я прочитал для себя отдельное, что касается нравственности, я могу оттуда взять, а толковать о будущем где-то, зачем я буду дерзать? Ну, хорошо, понял. Я зато, Василий Великий, Ефрем Сирин, Блаженный Августин, Иероним, никто ни одного слова не толкует. Зачем я буду лезть туда, где они даже следа не оставили? Не надо это делать. Тогда признаки времен Игнатий Тихонович, как... Мы в конце живем, это правильно, близ, но это не означает, что это будет завтра. Он еще... Ну, о временах и сроках никто не знает. Никто не знает, и поэтому этим не тренироваться нельзя сильно. И вот люди, которые увлеклись, они сразу начали вычислять день пришествия Христа. Ну, это глупость. Это адвентисты седьмого дня, староверы. Да я понимаю, что это все глупость. Это все глупее некуда. Когда Господь говорит, не сын, у Марка говорит, один отец только знает. Это когда люди с собой не занимаются. А если ты больше работать, трудиться, помогать, брюшим, тебе некогда будет разгадывать то, чего не положено нам. Я понимаю, да, то есть, в труде тут труд. Вот сколько я общаюсь и почти со всеми своими друзьями, то есть, у меня почти не осталось ни одного друга. потому что мне нечем с ними общаться. Мне нечем с ними. Это совсем вообще другое измерение. Я понимаю, что мир их уже поглотил. То есть, они в нем находятся, пытаясь им что-то объяснять, какие-то мысли закладывать, чтобы хотя бы попытались они думать. хотя бы пять минут размыслить, а есть ли в этом что-то или нет. Они даже об этом размышлять не хотят. И то есть, у меня такое ощущение, почему я говорю о признаке времен. Но вот это опять, это есть признак времен, который я сам вижу, я сам ощущаю. Потому что еще одно чудо, то, что происходит. До того, как я не был православным человеком, моя душа была в угнетении. Я чувствовал себя, разные удары судьбы мне очень больно било. И я очень страдал и мучился. Но сейчас я нахожу, я одинок. То есть, я один, но я не одинок. Я чувствую, что мне никто не нужен. Такое ощущение, что у меня все есть. То есть, внутри в душе моя, у меня все здорово, все отлично. И вот это меня удивляет. Как? Это не может быть просто так. Я просто чувствую, что... Я спрошу у вас. Вы выпиваете? Нет. В рот не берете алкоголь? Не пью, не курю, но недавно было, я покаялся. То есть, попал в компанию, к друзьям, посидели, но было, но я... Нет. Такое систематическое, что-то нет. Такого нет. Не систематически. Последний раз, когда вы алкоголь брали в руки? Сейчас скажу. Так, вспомни... Летом. Летом? Летом, значит. Не курите, наркотики не употребляете? Ничего. Ничего такого нет. Никогда к этому... Нужно заботиться быть в церкви и трудиться для Бога. А у вас, видите, какие вопросы идут. У меня никогда этого не было, чтобы я искал вот это вот. Придет время, тогда узнаем. Господь сокрыл до времени. Не гадать не надо. Признать и примерно... Да я не гадаю, но Иисус, Иисус Христос же у нас призывает... То есть, он вот этим вот словами к фарисеям. Вы разбираетесь в погоде. Ну, говорит, Вы разбираетесь в погоде. Ну, их называют вы лицемеры. Вы разбираетесь в погоде. Ну, в признаке времен. То есть, почему нам Господь дал звезды, солнце, луна, вот эти все знамения с небес. Ну, это же... Господь нас определенным образом общается с нами. То есть, если брать книгу, я как понимаю, вот бытие, это начало истории человечества. Иоанн Богослов, последнее, конец истории человечества. Ну, мы находимся вот в истории Библии. То есть, соответственно, Господь с нами общается, и так же через вас Он общается, и вы делаете Божие дела. Видите, о последнем времени. Пророки говорили о пришествии Христа. Вот вопрос-то какой стоял-то. А не о том, чтобы гадали. Господь совершенно не об этом фарисеям-то сказал. Судя по времени, как вы не определяете, что пришло время быть наказанным Иерусалимом? Пришло время пришествия Сына Человеческого на землю. Только об этом речь-то идет. А не то, что мы гадали, теперь перед Антихристом. Зачем бы Господь говорил им, когда еще 2000 лет впереди? Мы уже 2000 лет, 17 лет. Поэтому не об этом там вопрос-то идет. Речь идет только о том, что как вы могли просмотреть пришествие Христа? А что вас не слушают, так и написано. Они говорят по-мирски, и мир слушает их. Но так как я вас избрал, мир не слушают. Это все объяснимо. Пришествие Христа понятно, как тать ночью. Вы где работаете? Придет неожиданно. А работаете где? Я нигде официально не работаю. А почему? Не имею желания. Только работаю, кто попросит, кому нужна помощь. Ну, а так нет. Ну, сегодня вы что-то делали? В храм ходил, в церковь ходил. Нет, надо работать. Написано, первое заповедение. Все правильно. Правильно, правильно. Если вы смотрите наши ролики, вы видите, как мы работаем? С удовольствием вам бы помог. Вот так, что надо работать. Труд и молитва. Молитва и труд. Как Антонию Великому. Ну, Игнатий Тихонович, я бы с вами полностью согласен. В деревне, да, там всегда работа найдется, но я же не в деревне живу. Я не знаю, в городе всегда работа есть. Надо смотреть на объявления, пойти туда, какая работа, получить специальность хорошую, быть строителем. Мало ли что. Я все это умею. И строительство, строительство я знаю, это дело. Нет, надо, чтобы у вас было, из чего, говорит, уделять нуждающимся. Павел, говорит, чтобы трудились своими руками. Даже апостол Павел шил, там, палатки изготовил, изготавливал. А мы ничего не будем делать, у нас ничего и нет. Ты десятину заплатить не можешь, прокормить кого-то не можешь, семья будет голодная, если будет семья. Я все, я прекрасно понимаю, да, вы, вы человек прозорливый, видно, что видите определенные проблемы. Но я говорю, да, я не идеален, да, я грешен. У меня есть проблемы, но... Говорить грешника можно, но а то, что ты не работаешь-то, ты должен трудовую завести, работать на государственной работе. Нет, нет. Если попросят, тогда помочь. Нет. Официально я работать не буду, у меня работы есть, то есть на хлеб хватает, работа, как Бог, Бог дает, работу дает Бог. человек мне просто не с того, бывают такие ситуации, что вот соседка попросит, вот, кстати, даже сегодня предложение, я тебе ключи оставляю, занимайся ремонтом. Вот я говорю, я хорошо, вот сегодня это произошло. Я говорю, хорошо, я подумаю. человек, который не работает, он обязательно будет воровать, воровать, а это значит, тебе наручники наденут и потащат, где будешь работать. Обязательно работа, самая главная работа на земле сельское хозяйство. Я с вами согласен. это шить одежду, учиться одежду делать, там шапки шить, обувь, и третье, это строительство, а все остальные дальше. Вот в этом ракурсе надо себя делать. Игнатий Тихонович, я вас прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но немножко это не про меня. Вы думаете, у меня есть накопление, я даю в долг, даю друзьям, знакомым, я очень много кому, не хочу я про это говорить, я понимаю, вы думаете, что я в какой-то материальной, денежной нужде, у меня нет нужды насчет денег. Суть-то не, у меня вообще вопрос о деньгах, что-то достать, как-то, у меня нет этой нужды. Кто просит, я отдаю. Кто спрашивает, помоги по работе, я иду и работаю. Вы говорите, да, там, если работы нет, я не пойду воровать. Поймите, для меня не есть этот мирской закон, для меня есть заповеди Божии. Вы где живете, это в каком городе? Город Уфа. Не понял, а где это, какая область? Это республика Башкортостан, Башкирия. А, Башкирия. Ну, мы проезжали через нее. Видите, если бы было при советской власти, значит, сразу попадаете под Тунеядцево. Я знаю, Андропов. Это нам зачем? Это у меня 35 лет стажа, официально, по трудовой книжке. Игнатий Тихонович, вам нужно, вам помощник нужен? Нет, не нужен. Ну, вот. У нас есть помощники. Я прекрасно понимаю. Человек к нам приезжать не может, у нас это строго очень. Я это все, я понимаю, я не к этому веду. Я просто говорю, то, что сейчас люди сами не открыты к тому, чтобы просить. для некоторых даже это очень тяжело попросить. Вот он, у нее есть нужда, нужна помощь, даже денег попросить. Для некоторых это очень тяжелый моральный переход, даже деньги попросить. Я это очень сейчас наблюдаю. По многим вещам и знакомым, потому что вот эта гордыня человеческая в этом, в нашем материальном мире, у которого у всех вот заботы, в этой суетливой заботе большинство людей находятся. И сейчас даже вот друг просит, я вам просто пример приеду, вот друг просит, нужна помощь. Я говорю, вот пожалуйста. Он мне деньги дает. Я говорю, не надо денег. Нет, мне так удобнее. Трудовая книжка есть? Какая книжка? Трудовая, трудовая, где стаж человеку идет. Есть, трудовая книжка есть. Ну а как же, надо работать, у вас и мысли другие будут, когда ты работаешь-то. Потому что кто не хочет трудиться, тот не ешь, Павел говорит. как же так? Согласен. Все вы истину говорите, истину говорите, я с этим все согласен. Я, все эти цитаты, то есть трудись в поте лица своего. Я же говорю, я я за, все правильно. Но это должно как-то я к этому открыт. А вы что, у вас образование какое? Высшее экономическое. Экономическое? Да. Высшеекономическое, среднее, техническое. Ну все это все это суета. Да, если нужна где-то такая работа. А в свободное время вы помогаете каким, кому, где нужно. Вот у нас работает на работе. Вот я пришел, делает кто-то там, ну нуждается сестра. Тогда мы идем вместе помогаем. а государственная работа, ты налоги должен платить, а так от вас и налогов никаких нет. Налоги от любого человека идут всегда. Как только он покупает любой продукт, он уже заплатил налоги. Ну ладно, мы на эту тему поговорили, и все тогда. Так, вопросы ваши какие? Ну, те вопросы, которые, основные вопросы про признаки времен я задал, мы с вами поговорили. Все на этом. Это разные вопросы, не нужно их задавать даже. Ладно, хорошо. Кстати, вот я хотел с вами поделиться. Вопросы задавать о том, как нам спастись, как правильно служить Господу, как не нарушить Господу его святую приготовиться к смерти. Все правильно, да. Это вот задача какая. Подготовиться к исходу из этой жизни. С чем мы предстанем? Вот мне, вот, мне сразу вспомнился разговор Иисуса Христа с Никодимом, когда он задавал, задавал вопрос, а как, как, как спастись? Никодим задал вопрос. Он говорит, ты старый человек, прожил сколько лет и учитель народа Израилева, и не знаешь ответа на этот вопрос. Ну, в конце концов, Иисус Христос говорит, без, без меня, человеком, это невозможно. То есть, если человек даже ставит цель, что вот, я спасусь, я все такое, я уже спасен, я, я уже на небесах, это опять огромная ошибка. Человек должен ощущать, присутствие Божьего, в том, что Господь ведет тебя по этой, твоей физической жизни, по этому узкому пути на небеса. И держит тебя за руку. У вас Библия есть, вы как часто считаете Библию? Каждый день, постоянно. И сколько раз в день молитесь? Молитва, у меня молитва, Иисусова молитва, каждый день, стараюсь каждый день, Иисусова молитва. А сколько встаете? По-разному, могу в 4, в 5, в 6, все по-разному. Это по-разному не годится, надо в одно время вставать. Ну, вставать, согласен, согласен. В армии, в тюрьме, везде, везде, в одно время. А когда по-разному говорят, это означает, он спит при солнце, я уже это знаю. Это лукавый ответ. Четко и ясно. И ты тогда будешь днем, никогда не ложиться. Не спорю, не спорю. Да. Ян Златоуст говорит, это не мои слова. Не спорю, согласен с вами. А посты православные соблюдаете? Среду, пятницу. Посты? Да. Посты соблюдаем. Вы меня не обманываете? Нет. Православные посты. Ну да. Вот видите, тост. Ну, среду, пятницу вы молочной, мясной не едите? Да я почти мясное. Я уже от мясного почти все отказался. Только рыба. Я простую пятницу спрашиваю. Это почти круглый год. Пост. Даже растительное масло не разрешается. Скорее всего, да, чем нет. Потому что у меня общая диета, она такая не, 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 не имеет там мясное, что-то такое, мясо, жир, ничего такого нет. В основном фрукции... Вот послушайте, скорее да, чем нет. Это лукавый ответ. Господь говорит, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. Отвечаю, нет. Все правильно говорите. Нет. Неопределенно. Скорее всего, нет. Потому что, если скажу да, а я, так сказать, в этом плане нет дисциплины. Дисциплины в этом, в этом вопросе нет, скорее всего, нет. Пост надо соблюдать. Строго. Согласен. Если человек не соблюдает, тогда года отпущается от церкви, каноны православные. Вот это не знал. Городу-то бреете? Брею. А зачем? Ну, в городе, в городе живого, я думаю, что не брит. Ты в городе будешь, будешь иметь другой образ. Он говорит, по образу подобию. Христос, апостол, пророки, они в городе жили многие, и никто не брился. Бритых даже не отпевали и на кладбище не хоронили. Согласен с вами. Да, согласен. Так вот вы начните работать. Сегодня же бритву выбросьте. В дом ее не запускайте. И у вас как-то маленько тронется. Сходите в церковный календарь, в церкви возьмите. И там написано, какие дни пост. Называйтесь православным, а посты не соблюдаете. Бреетесь. Это не православно. Это у еретиков, у сектантов, у баптистов это сойдет. А у православных нет. Тут труд. Труд над собой. Все ясно. Я вот вас хотел спросить, а почему вы расстегнутые? Вот у меня же расстегнуто, а у вас расстегнуто. Почему? Ну, дома один. Не надо. Вы всегда будьте подтянуты, четкие и ясно. В одно время вставайте. Вот мы встаем в 4.40. В 4.40 всегда воскресный день. Богослужение не пропускать. Хотя бы субботу, воскресенье. Обязательно. Во время поста обязательно сходить на исповедь. Недостойный, не прищищайтесь. На исповедь надо сходить. Ясно. А так, видите, человек из лукавицы, он даже не знает, кто он такой. Можно так сказать. Ну, в общем, больше-то я верующий, а может и не верующий. Так нет. Лукавый-то постоянно к линию подбивает. Вы взяли Библию. 77 книг. А зачем вам книга Еноха? Там ее нету в Библии? Ее нет. А зачем вы на нее ссылаетесь? Я где-то прочитал... А потому что, смотрите, вот правильно напомнили. В Новом Завете, сейчас помню, там сказано, что в последние дни будут подобны в одни Ноя. Это у Петра написано в Первом Послании, 3 глава, 19 стих, 21. Вот. Да, да, да. И мне стало интересно, а как было в одни Ноя? То есть, какие источники? Не надо, что в Библии нет, о том нерассуждаемый Анзотоус говорит. Дальше, 30 глава, 6 стих, притча Соломона. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом, а участь лжецов в отере огненном. А вы к Библии целую книгу добавляете, юридическую. Ну, нет, я же ее не добавляю, но я ее изучаю, как... Вы ссылаетесь на нее? Ваше правозрение складывается и на основании этой книги? Потому что в одни Ноя никто, я не нашел другого источника, как книга Еноха, описывающая дни Ноя. А мне надо искать источники. Вот там нету, а я тогда залезу на помойке, возьму, чтобы добавить въезд. А то вкуса у меня нету. Кислинки не хватает, поэтому зачерпнусь в туалет, а так не годится. Ну, книга Еноха же... Никто из них. Она древняя книга. Это книга отверженная. Она известна давно. Это подделка. Апокрив. Ни один из святых отцов нигде никогда на нее не ссылался. Нету. И вы ее выбросьте, сожгите. В доме не держите даже. Сожгите ее, если она у вас есть. Она тяжелая книга. Понимание. Я вам сказал один раз, больше не возвращайтесь к этому. Видите, вы намешали все в голове, и поэтому у вас так и идет. Вы будете просто. Вот подойдите к священнику и скажите, я не работаю. Как он будет смотреть? Если он настоящий священник, он скажет, обязательно работай. Если кто не хочет трудиться, Павел говорит, с таким не имейте общения. Не иметь даже общения. Вот как строго это. Я хочу трудиться. Я не против труда. Я хочу трудиться. Сколько лет вам? Мне 40. У вас стаж может быть уже больше 20 лет? Нет. Неправильно это. Не годится. Я с вами, я вас прекрасно понимаю. Потому что, вот встречаясь со знакомым, и там кто-то, кого давно не видел, где, что началось? Я говорю, нигде. Я не работаю. Я прекрасно понимаю, вот в этой системе ценностей все правильно. Я это не скрываю. Но я веду совсем другую работу. Я работаю над собой. В первую очередь работаю над собой. Господь мне это позволяет. Работа и не ешь. Работа и не ешь. Но Господь мне ожидает. Нет, вы должны каждый день работать. Вы не на пенсии. Согласен. Все правильно. Игнатий Тихонович, все я правильно говорю. Но Господь мне дает, обращается, дружусь. Нет. Он мне говорит, изучай, учи, изучай Писание. Углубляйся. Не надо. Вы устроитесь на работу, и вы будете чувствовать обязанность. Утром рано проснулся, скорее на работу. На всю. У меня старожиха работала, и она говорит, опоздала на 20 минут. А ей было 15 лет. Ей два года дали. Хорошо, Игнатий Тихонович, помолитесь за меня. Если, скажет, если будет такой вариант, что, Айрат, вот нам нужна твоя помощь, поработай у нас. Я буду работать. Не проблема. Вы работаете на работу, тогда в одно время будете вставать. До работы вы должны не вставать. Для меня это не проблема. Вставать хоть в 4, в 5, в 6 не проблема. Работать для меня не проблема. Суть в том, что, а, не нужна работа. Никому не нужна работа. Никто не хочет просить работу. Я не употребляю. Оно не нужное. Как? Слово проблема не употребляю. Я не советую. А, да, да, да. Вы как-то в этом ролике не решены. Да, да, да. Отличный ответ. Отличный. Я говорю, вот я ваши ролики смотрю, очень много там слова. Вы очень берете слова с таких глубокомысленных, глубокомыслящих писателей. Вот Манкурт, я же вам писал, вот это слово, мне очень понравилось. И смысл очень емкий и четкий. Очень много у вас слов, которые... Вы на нашем сайте бываете? Сайт библейский? Да, конечно, постоянно. Подождите. Если вы на сайте бываете, вы там видели справа раздел ответ на 4123 вопроса. Ответ. И там посмотрите Р, буква, работа. И по ней все прочитайте. В этой папке 55 папок. Просчитайте. Теперь о церкви. Теперь Б, будущее. Вы там найдете ответ, который основан на основании Святой Библии, Святых Отцов, толкования патристика, на основании канонов и жития святых. Вот 4 параметра. Эти ответы вам сегодня практически никто не даст, потому что священники, которые отвечают, они многое говорят о том, что слышали, видели. Они на Писание почти не обращают внимания. Самые знаменитые священники, как их знаю, люди, они не могут понять, что пришли люди не к ним, пришли к Богу, чтобы Бог через тебя ответил. Ошибка священника в этом заключается. Он думает, я вот и знаю, я отвечу. А ответ-то идет вопреки Слову Божию. А вопреки Слову Божию, это значит, на суде Божьем себя спросится. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Слово, которое я говорю, оно будет судить. Оно. А раз оно будет судить, по нему надо жить. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот если опять по Писанию, кто был последний из пророков Божьих? Ну, Божий человек, который говорил волю Божью. Последний пророк в Ветхом Завете Малахия. Нет, 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 вообще, вот, вообще, среди людей. Мы все пророчествуем, апостол Павел говорит, послание первым Коринфянам, все. Но последние пророки будут Еноха и Илья, которые взяты, живем на небо. Переклон. Так, минутку. Володя, привет. Мило. Говори. Миром. Так. Ну, да. Так, вы могли... Подождите, у вас выход есть в скайп? Ну, вы можете через час позвонить мне, поговорим А кто вы, назовитесь хотя бы Кто вы такой-то? Кто вы, назовитесь Я в Калайпеде был, мы там корабль ремонтировали Может быть так Так Нет, это не ругательное Это не... Вы откройте просто в Википедии словарь, посмотрите Словарь Ожегова Да Ну, ладно, ладно Так, у вас вопросы Я понял, так По телефону долго не разговариваешь Что, если у вас есть... Очень прошло, очень знать А в телевизорные, которые в Барбове же висят почти каждый год Вы считаете, что они на вашей серии теряют Очень прошло, как знать, о том, что вы не приграбляете Вроде знали, спроси Читительно ли они приходят к интернету или что он теряет Докамер? Поскольку я знаю, только я прав, и их нет у телевизора, и их нет украшений, но они это не делают И их только фотофрат разрешил попасть Можно фотографировать и идем смотреть Ну, ладно, ладно, про... О них говорить не будем Там есть или нет Меня это не касается Но каждый день они выступают Они говорят, мы у вас были И пишут, называют на Бухуче Ну, я с ними общался уже полвека с ними Я их очень хорошо знаю Очень хорошо знаю Ну, ладно, 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 ладно Но нигде ни на один ролик они нападают А только на свой, где они были Тут что доказывать это? Неужели неверующие будут за них заступать? В народе-то более почитаемо православное Не знаю, не знаю, не знаю Я их спросил Я их спросил Я говорю, у вас интернет есть? Да, есть, ответили Они мне ответили сами Не буду же я заочно по телефону вам верить А им нет Это они Мне не надо разузнавать Они были Сегодня ни одного ролика нет Который бы так полоскали они Они это И начинают говорить Вы Бога не знаете Вот надо то-то Ну, что спрашивать середиков Они такие и есть Только трон и все дальше Они не в церкви Церковь там, где есть священство От апостольских времен А дальше Стоят Нет, нет А как я буду спрашивать? Их нету больше Они не приедут А они уже не приедут Они приехали Вот когда я спросил Ну ладно, все пока Ну, не знаю Вряд ли после этого Они кролику Говорят Вы же сказали не добавлять К кролику ничего не добавлено Они никогда не беседовали Только приезжают Нам домой надо Песни поют и все Потому что они не православные Я говорю К вам Я к ним приехал Я к ним приехал И при Ситеру Сразу позвонили Ни под каким видом Не встретились Вот и все Да, к отделенным Табуны Табунский район Алтайский край Ни под каким видом Они не встречаются Потому что Им говорить не о чем Они Писание не знают Они Писание не знают Совершенно Вот я спасенный Я спасенный Большего обольщения нету Я говорю Кораблекрушение в вере потерпели Потерпели кораблекрушение Я спасенный Всего хорошего С Богом У меня баптисты приезжали в деревню Вот они сейчас названивают И в интернете И везде И говорят Это не мы Игнатий Ну вы с ними уже сколько общаетесь Уже не один Наверное десяток И как Вообще непонятно То есть какая-то глухота что ли 55 лет Одни и те же Или просто Или они постоянно меняются Я их знаю Очень хорошо Очень Я у них с капитры проповедовал С ними жил Пил и ел И на квартире жил И до сих пор У них все вопросы Люди очень хорошие Хорошие Не пьют Не курят Но они не церковные Им разницы нет Двое Трое собрались Говорит Там и Бог А в Писании написано Двое Или трое Собраны Силой Духа Святого Собраны Во имя Его Они просто Мы собрались Двое или трое Выпивать собираются Они Писание не знают Если я им задам Десять вопросов Они ни на один Не могут ответить Главное петь Петь и петь Вот все время Они как коты На крыше весной Я вот смотрел Ролик Олега Олега Стеняева Про Протеерей Да Знаете Вы же знаете Такого Кого Да он у меня приезжал сюда Да Да Он приезжал Вот он говорил Одну историю Рассказал Мне она очень понравилась Курицу Курицу Когда накормили его Нет Нет Вот у него пришел Знакомый И он говорит Завидую я вам Православный Атеист Он пришел к нему Говорит Я завидую вам Православным У вас такая вера Так вы все четко Говорит Вот я тоже хочу Так верить И он говорит Он обращается К коллеге Стеняев Говорит Помоги мне пожалуйста Он говорит Хорошо И начал с ним заниматься Занимается Занимается Объясняет ему Все Рассказывает Не влазит в человека Он говорит Вот чувствует Что не влазит Это тоже Вот мне как У меня такая ассоциация Пошла Что Человек должен Созреть То есть То есть Если определенное время К определенным людям Определенное время То есть Я тоже думаю Почему Я Я благодарю Господа Что Я Хотя бы В 35 лет Начал Что-то Соображать И двигаться В этом направлении А я вижу Людей Которые Уже И 60 И дальше И мне ужас Приходит В каком они Вообще Размышлении В каких они Размышлениях Находятся И вы Когда я вас Нашел И вас начал Слушать Для меня это было Сразу же Откровение Что вы Человек Божий Ваш разум Он свидетельствует О том О вашей жизни Вообще Свидетельствует О вас Что Какой вы человек Ваш разум Так у вас вопросы Есть еще сегодня Какие нету Все Я понимаю Я тоже не люблю Когда хвалят Давайте прощаться Всего доброго Игнати Тихонович Мы о чем говорили Если вы Еще хотите Встретиться Когда-то Чтобы вы были Уже В порядке Не брили за это время Соблюдали пост И сходили на исповедь И тогда Через месяц Можете позвонить А так Не надо больше звонить Ничего тут нет На моих ресурсах Там все сказано Всего доброго Дай Бог вам здоровья Спасибо Христос Отключайтесь До свидания